Эффективность объявления может увеличиться в несколько раз, если его правильно составить. Мы подадим объявление прямо сейчас и составим правильно текст. Кнопка «Разместить объявление» находится на всех страницах Авито. Выбираем наиболее подходящую категорию. Я хочу продать старый медный и ненужный мне паяльник. Чтобы правильно написать, проверим название в интернете. Видим, что правильно он называется «Молотковый». Так и напишем. Выбираем предложенную категорию. Обязательно опишите для чего и зачем он нужен, кому он может пригодиться. Употребляйте наиболее яркие слова, которые придут вам в голову. Помните, что нам нужно продать, и нам надо похвалить свой товар. Не стесняйтесь, вас за это никто не заругает. Опишите, почему должны выбрать вас как продавца среди конкурентов. Ведь наверняка подобных предложений много, мы потом это проверим. Редактируйте объявление по ходу его составления для усиления и значимости текста. Обязательно опишите, почему продаете. Покупатель должен знать, что вещь действительно ваша, вы ей пользовались и вы продаете товар, который не нашли на помойке. У моих объявлений концовка всегда одинаковая. В ней я предлагаю покупателю предложить свою цену и возможность отправить товар по почте. Поэтому я ее просто копирую из других моих объявлений. Укажите все возможные размеры и параметры. Описание готово. Проверьте ошибки и подредактируйте при необходимости. Для выставления своей цены посмотрим подобные предложения на Авито. Как видим предложение есть. Теперь сравним дату выставления, количество просмотров, предложенную цену. Мы видим, что чем меньше цена, тем больше просмотров. С примерной ценой определились, но чтобы выделиться мы сделаем цену немного поменьше. Добавьте фото. В моем случае у меня есть еще видео обзор, на который я вставляю ссылку. Укажите адрес сделки. Ставим безуслуг продвижения. Я немного отредактирую. Изменю категорию и добавлю в название СССР. Это дополнительно привлечет любителей старины. Снимаем платные галочки. И публикуем. Мое бесплатное объявление готово. Прочитайте еще раз, при необходимости отредактируйте. Возможно в процессе вам пришли в голову более сильные слова и выражения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok